В центре внимания на встрече губернатора региона Анатолия Алиса с постоянным координатором ООН в Беларуси Санако Самарасинхой темы важные, касающиеся в целом общества и каждого человека в отдельности. Экономическое стимулирование, продвижение здорового образа жизни, противодействие домашнему насилию, развитие малого и среднего бизнеса. Анатолий Алис отметил, что в регионе реализуется много проектов под эгидой ООН и сотрудничество будет продолжено. Сегодня некоторые проекты закончены, некоторые в стадии реализации, а по некоторым проектам мы прорабатываем обоснования, вносим. Я думаю, что в ближайшее время они будут приняты и мы будем по ним работать. Конечно, что это дает для области, но по всем направлениям, естественно, что это и новые рабочие места, это охрана окружающей среды, то, что касается сбора, утилизации, значит, работы с коммунальными отходами. Я рад, что наша область одна из лучших в этих вопросах. Особое внимание было уделено стартующей осенью национальной кампании под названием «Инклюзивная Беларусь». В ее рамках во всех регионах страны, в том числе и на Брещене, будет проведено немало мероприятий, позволяющих разрушить те барьеры, которые существуют сегодня в обществе по отношению к определенным группам населения. Уровень равных возможностей. Компания «Инклюзивная Беларусь» – это продолжение «Экспресс ООН-70», которая была осуществлена в прошлом году. Весь мир подписал декларацию о том, что мы к 2030 году должны достигнуть 17 целей устойчивого развития. Цель номер 10 из целей устойчивого развития называется «Снизить неравенство внутри страны и между странами». Я должен сказать, что это продолжительный процесс, он непрекращаемый. Мы, во-первых, хотим повысить уровень осведомленности о тех барьерах, которые присутствуют для различных целевых групп, и предоставить им платформу и такую возможность, чтобы они озвучили свои трудности и препятствия, которые у них есть в ежедневной жизни. И это делается для того, чтобы мы вместе могли преодолеть эти барьеры. В данный момент на территории Брестской области реализуется 17 местных инициатив. Большая часть из них направлена на экологический подход к местному развитию, зеленую экономику, экотуризм, инклюзивное сообщество. На встрече был озвучен планируемый новый проект ЕСОН «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь». Заместитель председателя Брестского области полкома Леонид Суприк в рамках этой инициативы предложил и свое видение ее реализации. В рамках проекта, который мы обозначили по профилактике неинфекционных заболеваний и поддержке модернизации системы здравоохранения, мы могли бы проработать совместный проект по модернизации Брестской областной детской больницы А так и продолжить совместный проект, который мы ведем совместно с Евразоюзом по областной больнице в части кардиологической помощи населения Суприк. Активно подключились к разговору и представители областных ведомств, высказав свои проектные предложения, выступив с инициативами. Общих тем было столь много, что встреча длилась в течение двух с половиной часов. Как итог договоренности, создание в Бресте, Центра представительства Организации Объединенных Наций. Идею озвучил председатель области полкома Анатолий Лис. Санако Самарасинха ее поддержал. Я очень рад, что и я, и господин губернатор сошлись во мнении, что необходимо сделать одну общую команду и есть предложение по предоставлению офису. Но у меня есть такое заявление, которое будет важно, я считаю, для общественности в Бресте. Компания, которая предстоит для реализации в октябре и декабре, в Бресте будет три дня. И эти три дня будут согласованы по предложению господина губернатора. Какие именно, мы пока не знаем. Но суть в том, что эта компания будет очень важна для всей страны в целом и для Брестской области. И мы приглашаем общественность предоставлять какие-то идеи, свой вклад и свой талант.